Привет, бандит. Привет, Дим. Привет. Какие все остальные? Я просто снимаю папарацци. У нас же полный лайф. Бандит, бандит, побриться надо, бандит. У нас набор в компанию по бороде. Что-то лишненькое. У нас шпион. Ты на кого работаешь на самом деле? Расскажи, какие у нас планы на сегодня? Планы грандиозные. Я рассказал, у тебя какие планы на сегодня? Какие планы на сегодня? Посмотрим на все. Что будешь смотреть? Все подряд. Мишени загруженные. Какие планы на сегодня? Сегодня сужировка нового человека, наверное. Молодец, молодец. А я проконтролирую, чтобы все все правильно делали. Комитивные тесты, но ты не будешь с этой линейкой, с шприцами стоять во дворе, где Сереге рассказывал. Таурек открывать, да? Да, Таурек новенький какой-нибудь. Или, не знаю, дизельный Мерс, там, Джейл какой-нибудь, там, если есть такой, даже не знаю, ML, ладно. Там, ты как минимум как-то нелепо будешь выглядеть. Поэтому все вот эти вещи, человек захотел, да, мы тогда ставим, да, вот поэтому была диагностика. Такой-то сервис, такой-то вердикт, все рекомендации пишут. Поэтому будет наш стандарт, и будет приемка бумажная, потом ее в электронный вид перевели. То есть ты заполняешь просто то, что ты в машине проверил. Это проверил, это проверил, потому что ты, проверяя машину пакента, должен это все сделать. Вот этот отчет будет отдельно. А в нем можно, кстати, фиксировать все те вещи, которые ты ей отдавишь. То есть просто два разных отчета. Просто клиенту, он не нужен этот талмуд на трех листах, что ты там проверил. Ну это зачем? Кстати, ты записываешь за это, я так понимаю? Да, все записываю. Очень интересная тенденция, но я не знаю, меня она даже немножко напрягает. Нам дистанционные договоры, люди оплачивают деньги вообще без договора. Пока не еще пути. Да нет, не пути даже. А, в смысле? Да, типа я вообще даже договора нету. То есть я говорю, а как, давайте хоть сканами там обменяемся как-то, чтобы хоть что-то было, если вы не хотите ждать живой. Просто деньги кидай, давайте, ладно, ищем. Поэтому доверие это, конечно, приятно, но я не знаю, там, мне кажется, может все-таки так не станет делать. А вот вы распыкались. Нет, подбор еще не заказали, а мы уже оплачиваем. И причем уже и деньги на машину скинули. Так, слушай, ну вот там вопрос. Будьте бдительны, есть компании, которые просят 100% и ничего не делают. А по договору они эти деньги оставляют себе в любом случае. Да. Просто делают вид, что что-то делают, говорят вам, не расскажут. Мы сейчас вводим, вот мы сейчас обсуждали бланк, который будем делать для клиентов. Но это просто одно из того, что сейчас у нас начинает происходить. Самая главная фишка, вот многие переживали, а кто будет искать мой автомобиль? Я это клиентам всегда объяснял, но теперь могу рассказать это и на камеру в том числе. Не важно, кто будет искать для вас автомобиль. Все равно в подборе участвует всегда кто-то из нас, и итогово автомобиль будет принимать все равно кто-то из нас. Кстати, скажу, еще замечу, так как последний вот договор звучал я. Если раньше, я помню, постоянно задавали вопрос, а кто именно будет искать автомобиль, то сейчас, когда людям уже начинаешь говорить, что, ну, там заказ будет передан Славе, Слава будет считать поиск. Кстати, уже нет вот этого вопроса, кто такой Слава, почему Слава. Иногда есть, иногда есть. Раньше чаще буду это осознавать. Да, я знаю, но сейчас людям объясняю, что да без разницы. Потому что, вот смотрите, есть возможность это все перепроверить. Вам нашли, например, вот вы заказали у нас Focus 2. Мы вам нашли за 450 тысяч. Дорого? Дорого. Открываем объявление на авито автору. А вот этот Focus подходит по моим параметрам. Так, да, у меня есть на него отчет, да, там, например, за 320 тысяч. Так, 350, подходит, смотрим. А, да, смотрели его ребята там. Да, да, да. А, ну вот почему у меня машина за 450 тысяч. Ладно, хорошо, понял. И также мы ее перепроверяем. То есть не то, что ты говоришь Слава, не Слава сдает машину. Сдаем машину мы. Да, да. Ну я это просто не проговорил. Я вижу, что у людей больше не возникает вопрос, почему не конкретно кто-то из нас. Да. То есть я, в принципе, объясняю, что почему перераспределяем. Потому что заказов все больше и больше. Вы видите, наверное, на канале, что мы растем, что мы набираем. Мы на самом деле очень тщательно подходим к отбору людей, кто с нами работает. Это только те люди, которым мы можем доверять. И в любом случае мы итоговую проверку проводим сами. Я, кстати, еще добавлю. Просто, вот смотрите, сейчас можно поступить, как многие большие компании. Все, заказов много. Мы набрали Штатор, мы распределили город, находим машины, какие-то выкупаем уже, чтобы перепродавать их быстрее, закрывая таким образом заказы. Но от нашей прозрачности мы никогда не уйдем. Это одно из самых главных то, что мы ввели в этом бизнесе. И от этого мы никуда не денемся. Мы растем, но у нас никогда не будет такого. Заключили договор. Договор ушел в работу. Спустя, например, неделю знакомьтесь, ваш новый автомобиль. Кто его продавал? Сколько он стоил? Да, да, да. Вы никогда уже об этом не узнаете, потому что в договоре даже зачастую прописано, а вы не имеете права там узнавать информацию, общаться с покупателем. У нас есть это в договоре. Ну, потому что он типовой, и нам тот же юрист его разрабатывал, он по-честному сказал, говорит, я за основу беру риэлторский договор там с агентствами недвижимости. Там девушка вам какая-то сказала, говорит, а почему у вас в договоре указано, что я не имею права общаться, связываться типа с продавцом, если вы мне все объявления скидываете? Да, вы же ссылки скидываете, там номер есть. Да, общайтесь, ради бога. А зачем вы к нам-то обратились? У нас есть что добавить? Да, ссылки-то скидывал, общаться не надо. Нельзя, договоренно к выставке. Поэтому в любом случае самая главная наша тема не уронить в качестве, за что нас очень полюбили, и не уронить, ну как сказать, не уйти от своих главных принципов, что вы видели, что это действительно подборка для себя, что мы отсматриваем автомобили для вас и начали с дешевых. А не так, как тебе подобрали автомобиль, на, знакомься, твой новый автомобиль, потом с закружечкой Киева с друзьями обсуждаешь, что-то не нашли, там, пола за 550, друзья, 13-го года, пола за 550, слушай, тебе что-то впарили, походу. Ну а что дешевле-то нельзя? Смотри, вот и лезут ребята. Ну вот смотри, есть такие и такие. И ты начинаешь сидеть уже и тупить. Блин, а что, может, действительно хорошая машина? А что мне за 550-то взяли? А еще я за это еще и 30 тысяч кому-нибудь там заплатил. Да, да, да. Поэтому следите. Мы обещали, что будем рассказывать все-таки про то, что у нас происходит. Мы будем стараться это освещать. Работы очень много, не всегда получается снимать видео. Многие делают нам замечание, что, ребят, как вы как-то будете развивать свой канал? Это не канал, это отчет о нашей работе, скорее. Это не развлекательный канал, пока не ждите этого. Будет, там, обрастем жирком, может, немножечко там сможем подписать какие-то развлекательного характера видео. Но пока, честно, не до этого. Сегодня, если поедешь, не если, а когда ты сегодня едешь заключать договор, обязательно записывай какие-нибудь видео, сюда же опять предложим. Сегодняшний день будет у нас вот отдельным видео. Давай.